Добрый вечер, в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Отдых на выживание. На популярном индонезийском курорте разрушительное землетрясение. Жертв все еще подсчитывают. Заложники системы на западе Украины из-за технических сбоев не пропускают авто через границу. Что это, компьютерный коллапс или шанс для контрабандистов? Теперь ты в армии. В Германии хотят возобновить призыв для мужчин и женщин. Что об этом думают немцы? Американская история преступлений. Полиция США снова не смогла выяснить причины резонансного убийства. Почему молчат копы? На индонезийском острове Ламбок произошло семибальное землетрясение. Более 140 погибших, свыше 200 раненых. И цифры эти не окончательные. Поисковая операция продолжается. Под завалами все еще могут находиться сотни человек. По предварительным данным, жертв среди отдыхающих нет. Более подробно о масштабах стихийного бедствия смотрите в нашем материале. Первые подземные толчки люди на острове Ламбок ощутили накануне вечером. Одних беда настигла в пути, других – дома или на улице. Напуганные они в панике покидали свои жилища и искали убежище в более безопасных местах. Мы только что пережили шок. Толчки были очень сильные. Мы дважды выбегали из нашего дома. Боялись, что он вот-вот рухнет прямо на нас. Свои жилища покинули жители целого квартала. Все были в ужасе. Впрочем, спастись от стихийного бедствия и остаться целыми и невредимыми удалось не всем. Каждый час в местные больницы поступают пострадавшие. Их так много, что палат на всех не хватает. Поэтому первую помощь людям оказывают прямо на улице. Пока мы размещаем пациентов здесь, на стоянке, на спортивной площадке и в коридоре госпиталя. Также установят палатки для оказания неотложной помощи, ведь в больнице уже яблоку негде упасть. Спасательные службы не прекращают поиски погибших и пострадавших. К спасательной операции привлекли армию. С расположенных неподалеку островов эвакуировали более тысячи туристов. Еще 900 иностранцев планируют вывезти с архипелага Гили. 200 из них уже покинули острова. Еще 700 должны выехать в ближайшее время. Большинство людей погибло именно под обломками разрушенных зданий. Эвакуация уцелевших проводится постепенно из-за дефицита судов. В первую очередь спасательные миссии отправляются в туристические районы, где много иностранцев. Вскоре после землетрясения индонезийские власти обнародовали предупреждение о возможном цунами. Позже его отменили, так как специалисты зафиксировали у побережья лишь небольшие волны высотой до 13 сантиметров. Впрочем, напуганные перспективой волн высотой с многоэтажкой и подземными толчками, туристы, не дождавшись окончания отпуска, упаковали чемоданы и купили билеты на ближайшие рейсы домой. Я просто хочу уехать отсюда, оказаться в безопасном месте. Даже не имеет значения, где именно. Там, где моей жизни не будет угрожать стихийные бедствия. С меня хватит, это уже слишком. В следующий раз будем отдыхать где-то во Франции, потому что вчера мы пережили настоящий шок. Было очень страшно. Землетрясение произошло на глубине 15 километров. Больше всего толчки ощущались в столице региона Северный Ламбок, городе Маторам. Это землетрясение уже второе на острове за последнюю неделю. 29 июля там были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,4. Тогда погибли 16 человек. Еще около 160 получили ранения. Алиса Орлова, подробности, телеканал Интер. Мощнейший взрыв прогремел возле аэропорта итальянского города Болонья. На шоссе столкнулись два грузовика. Два человека, вероятнее всего водители, погибли. Как минимум 67 получили ранения, и 14 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из грузовиков перевозил в цистерне взрывчатые вещества. Огонь быстро перекинулся на автостоянку под путепроводом. Часть магистрали обвалилась. Причина этой аварии пока неизвестна. На месте инцидента сейчас работает полиция. Таможенный коллапс. Накануне ночью во Львовской области не работал ни один пункт пропуска на украинско-польской границе. Что это? Сбой в системе или запланированная акция? Выясняла Галина Якушко. В Украину никого не пускают. Ни автобусы, ни легковые авто. Якобы на украинской границе полетели компьютеры. Такая информация появилась накануне в Фейсбуке. На фото очередь из машин. Как пишут пользователи, движение остановилось на 5 часов. Не разъехали с машины и сегодня. Вот так выглядит тут пропуск в крыковец. В очереди и легковушки, и фуры. До уже четвертой сутки. Тяжко, конечно, я подумаю. Четыре дня в машине высадить. Я приехал 1100 километров с Одессы. И встал тогда в самой очереди. Просто там есть куча машин с детьми. Просто мне их жалко. Дело в том, что на всех пунктах пропуска, а их во Львовской области 6, не работала база данных таможни. Не было связи с Киевом. Поэтому сотрудники службы не могли вносить информацию с 12 до 3 часов ночи. На пункте пропуска Шегини причину затора нашли пооригинальней. Мол, не было электричества. Таможен нет генераторов. Вы в это верите? Чтобы не было света, чтобы люди не могли проехать и грузы не пошли. При любой поломке за 5 часов нельзя поменять трансформатор. Он стоит на складе любого, где его можно привезти за час и поставить и установить за 2 часа. Активисты говорят, таможенники не дают добро на незаконные сделки. А сбои в системе единственный вариант провести через границу груза нелегально. Ведь в такой ситуации данные носит журнал. И в электронную систему они попадают не всегда. Кроме того, это единственная возможность стереть информацию, а в отчете написать уничтожил вирус, например. Сотрудники Львовской таможни, конечно же, все отрицают. Говорят, свет пропал во всем селе, а не только в пункте пропуска. А базу данных уже проверяют айтишники. О коррупционных же схемах ничего не слышали. Безпосередньо нам такие данные и факты неведомы. Но если действительно такая информация надейте, будут жить и соответствующие заходы реагирования. Или будут проверяться те данные, которые переносились из паперовых документов на цифровые носи? Нам такая информация неведома. Активисты также говорят, что сбой в системе может быть своеобразным протестом таможенников на блокирование нелегального перевоза товаров. И в ближайшее время подобное возможно повторится. Глина и Кошкин, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интерлевская область. Трудовая миграция из Украины достигла критического уровня. Об этом заявил исполняющий обязанности главы комитета по соцполитике в Верховной Раде Сергей Каплин. Ежемесячно из нашей страны уезжают около 100 тысяч человек. За границей наши соотечественники соглашаются на низкооплачиваемый труд, устраиваются домработницами или строителями. При этом в Украине они для себя никаких перспектив не видят. Чтобы изменить эту ситуацию, нардеп предлагает сформировать эффективную стратегию выхода из кризиса. Наши люди едут миллионами на панчину в Европу. Побираться. На заработки. Если так продолжается, мы потеряем национальную промежусть, сельское хозяйство, освещение, науку. Чтобы этого не произошло, комитет социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения начинает реальную борьбу за поднение минимальной заработной платки в стране. Начинает справжую реформу центров занятости, развитку самозанятости народного предпринимства нашей держави. Продуктовая блокада. В Чигиринском районе Черкасской области жители трех сел не могут купить даже хлеб. Своих магазинов там нет, а доставлять продукты стало невозможно. Почему, узнаем от Станислава Кухарчука. Ольга Ивановна замешивает тесто для домашнего хлеба. Не ради кулинарных экспериментов, а от безысходности. Купить хлеб в селе просто негде. Единственный магазин здесь закрылся еще семь лет назад. С тех пор раз в неделю в село продукты привозили предприниматели из района. Но месяц назад и они наотрез отказались ездить сюда. Без продуктов оказались сразу три села Новоселецкого сельсовета. Рублевка, Полудневка и Чмыривка. Находятся они в Овраге. И после последних ливней вода полностью размыла единственную насыпную дорогу. А дороги такого плана, что какие-то спецтехники вам наезды. Причин разрушения дороги много, говорят местные жители. Но основная вырубка окрестных лесов. Кроме того, что мощные лесовозы ежедневно разбивают хрупкую щебневку, воду на холмах уже ничто не задерживает. Только леса повырубывали, особенно вверх. Вот это Матвиевка и насыпь, старый насыпь, насыпь найдет. Вот это все, вся вода, поток весь идет с гор, топит полностью огороды. Председатель Новоселецкого сельсовета в отчаянии после децентрализации эта дорога получила статус местного значения. Заниматься ею сельсовет просто не в состоянии. А у районных чиновников на все запросы только один ответ. Своими силами. А почему? Ну, больше ничего не было, только такая ответственность была. Ну, означает, берем лопоты, кидаем, носим песок, щебень в мешках. Селяне многого от района и не просят только разровнять дорогу и заново засыпать щебнем. На участок 8 километров нужно около 200 тысяч гривен. Из государственного дорожного фонда на ремонт дорог местного значения Чагиринский район получил в этом году 14 миллионов гривен. Но по телефону глава администрации сообщил, эти деньги уже распределены. Но глава администрации все же пообещал отправить Новоселецкий сельсовет специальную комиссию, чтобы выяснить состояние дороги. Между тем, селяне со страхом ждут осени, когда дожди окончательно размоют оставшееся покрытие. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Проехать невозможно сейчас и в Прикарпатье. Трасса Ивано-Франковск-Черновцы перекрыта. Дорожный бунт здесь организовали местные жители. Зачем они заблокировали дорогу, знает Ольга Паломарюк. Не дорога, а минное поле. Так свои улицы называют жители села Рожнов. Метровые ямы, сплошные рытвины и остатки еще советского асфальта. В таком состоянии все местные дороги. Ждать ремонта люди устали. С самого утра вышли на протест. Протестуют жители не только Рожного, но и соседних Кабак и Химчина. Две недели назад они уже перекрывали дорогу в своих селах. Тогда к ним никто не приехал. Сегодня все вместе поехали в поселок Заболотов. Блокируют трассу Ивано-Франковск-Черновцы. Из-за аварийного состояния дорог автомобили ломаются регулярно, говорит житель Рожного Виталий Юрах. Он тратит десятки тысяч гривен ежегодно на ремонт. Уже за считанные минуты на дороге образуется затор. Некоторые водители едут в объезд. Пассажиры рейсовых автобусов ссорятся с активистами, а водители фур устраивают сигнальный бунт. Чтобы отремонтировать 40 километров дороги нужны десятки миллионов гривен, говорят в сельсовете. В обл. автодоре парируют один участок. Дороги будут ремонтировать в следующем году. Кое-что уже латают. За три часа протеста никто из чиновников к людям так и не приехал. Активисты предупредили, блокировать трассу будут бессрочно. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Арест без права на залог. В Херсоне суд избрал меру пресечения Николаю Новикову. Это подозреваемый в нападении на советницу городского головы Екатерину Ганзюк. 31 июля, я напомню, ей плеснули в лицо серной кислотой прямо у подъезда собственного дома. Новиков был задержан в пятницу. Известно, что ранее он был членом местной преступной группировки, имеет судимость за кражу и незаконное обращение с оружием. Свою вину он не признает и утверждает, что в день нападения отдыхал с родными на море. Коктейлями Молотова атаковали здания сельсовета в Запорожской области неизвестной. Произошло это в селе Водяное. Пожарные справились с огнем довольно быстро. Выгорел только один кабинет. В здании также разбиты окна, через которые бросали бутылки с горючей смесью. Двое украинских военных сегодня были ранены. Об этом сообщают в штабе операции объединенных сил. Боевики за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по нашим позициям. Под обстрелы попали населенные пункты Крымская, Южная, Марьинка, Авдеевка и Широкино. Боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие обстрелов никто из мирных жителей не пострадал, а вот среди оккупантов есть потери. Украинский политзаключитель Александр Костенко освободился из российской тюрьмы и вернулся в Украину. Об этом в фейсбуке сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасенко. Я напомню, Костенко отбывал наказание в колонии общего режима в российском городе Кирово-Чепецк, Кировская область. 3 августа он вышел на свободу. Его арестовали в Крыму еще в 2015 году. По данным обвинений он якобы бросил камень в сотрудника крымского Беркута в феврале 2014 года возле здания парламента Украины. Как сообщают в МИДе Украины, при освобождении Александру Костенко вернули украинский паспорт и по нему он смог пересечь границу. Новое, это хорошо забытое старое. Немецкие политики задумались о возвращении всеобщей воинской повинности. Причем как для мужчин, так и для женщин. Почему? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Призыв в армию в Германии отменили 7 лет назад. Планы были амбициозные превратить Бундесвер в привлекательного работодателя. И набирать в армию новобранцев, которые действительно хотят служить и делать военную карьеру. Но что-то пошло не так. На рекламную кампанию Министерство обороны потратило миллионы евро. По всей стране открыли консультационные центры, напечатали тонны информационных буклетов и даже запустили телевизионный сериал о буднях в армии. Но убедить молодежь не смогли. Она не спешит подписывать с Бундесвером трудовые контракты. Не хватает кадров, постоянно рапортуют военные. Так может вернуть призыв, спрашивают политики. О возвращении воинской повинности первыми заговорили христианские демократы. В партии Ангелы Меркель предложили такую модель. Обязать всех женщин и мужчин старше 18 лет год служить на благо государства. Либо в рядах Бундесвера, либо на альтернативной службе, например, в социальных учреждениях. Эта идея уже вызвала шквал критики. Оппозиция обвинила христианских демократов в попытках вмешиваться в жизнь граждан. Мы ведем дебаты о повинности, которая никому не нужна и не будет введена. Эти дебаты показывают только одно, как христианские демократы понимают интересы молодого поколения. Никак. На целый год отнимать у молодых людей, у талантов возможность учиться, это трата ресурсов. Интересно, кстати, что немцы возвращение повинности поддерживают. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты свежего судсопроса. За высказались 55% опрошенных против 40%, остальные не определились. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. В Киеве появилась новая схема квартирных афер. Человек может лишиться недвижимости, даже не подозревая об этом. Все дело в открытых реестрах. Нотариус, который имеет к ним доступ, меняет собственника квартиры всего лишь за несколько минут. В нашу редакцию обратилась одна из жертв такой махинации. Как не попасться на крючок, узнаем от Ксении Барвиненко. Ольга взяла долларовый кредит 11 лет назад. В то время курс был стабилен. Доллар 5 гривен, евро 7. Исправно выплачивала деньги, пока в 2012 не узнала, что уже несколько лет у нее новая процентная ставка. Через суд женщина добилась перерасчета кредита и выплатила остаток суммы. Казалось бы, на этом история с банком должна была закончиться, но женщина узнала, что ее квартира уже несколько месяцев находится в собственности банка. Сложилась такая ситуация, что на основании того, что у меня нету справки о закрытии кредита, поскольку банк мне ее, естественно, не выдает, у меня возникла сложность, ипотека осталась в реестре. И на основании вот этого ипотечного договора, висящего в реестре, этого запрета, банк переоформил мою квартиру на себя. Причем, сделал это незаконно, с нарушением вообще всех процессуальных моментов, ну, не говоря о том, что безосновательно. Регистрировать киевскую квартиру представитель банка поехала в область, обратилась к специалисту коммунального предприятия Василькова, госрегистратору Александре Поповой. Хотя по закону сделать это можно было в ближайшем центре обслуживания граждан, да и Попова должна была проверить, разрешено ли регистрировать эту недвижимость. К сожалению, регистратор проигнорировала это и даже, что это видно из справки Минюста, проводилась камеральная проверка по результатам, которой выяснено, что регистратор нарушила и территориальность, и самое главное, даже не, так и написано, не проверила наличие запретов в реестре. То есть, неважно, мой, судебный или какой, она даже не проверяла. Спросить, почему регистратор пошла на такое нарушение, мы решили у нее лично, но оказалось, что Александру Попову уволили с работы еще в начале года. Она працювала у нас, но она в неделю уже давно не прошла. А чего она працювала? Ну, мы закрепили от двора регистрации, мы звонили все регистраторы. А как давно? В начале года. А что случилось? Мы с митера расследуем мафинацию с квартирами. А было дело, три квартиры на пятки на сервисе, поэтому она зарееструвала. Сама Александра Попова на звонки не отвечает, сразу переключает на автоответчик. Ваш выклик переадресовывается на автоветовидач. Будь ласка, вы чекаете. А вот в профильном министерстве подтвердили, на Попову регулярно поступали жалобы, да и в коммунальном предприятии, где она работала, нашли много нарушений. Стосовно этого коммунального предприятия, действительно, было бы очень много порушений и в регистраторе. И мы скасовали регистрацию этого коммунального предприятия. И Министерство юстиции жодного разу не переглянуло свой наказ и не восстановило никакой регистрации. Святий обовязок коммунального предприятия, в разе звольнения его регистратора, негайно поведомить Министерство юстиции, для того, чтобы мы ликвидировали доступ ключев этого регистратора. Если это не поведомляется и как-то покрываются таки действия, то это ответственность керевника коммунального предприятия и тех регистраторов. Как Поповой удалось провести регистрацию имущества без лицензии, вопрос открытый, ведь, как утверждают юристы, доступ к реестру блокируется задолго до того, как госрегистратора лишают аккредитации. Человек, у которого забрана аккредитация, он не является госрегистратором, он физически не может, у него блокируется доступ в реестру, он не может провести операцию. Как правило, доступ в реестру пропадает еще до того, как у человека забрали и признали, что он что-то делал не так. Это еще раньше происходит. Чтобы вернуть незаконно зарегистрированную квартиру, есть два пути. Первый обратиться в Министерство юстиции, в так называемую антирейдерскую комиссию. Там буквально за два месяца проверят законность регистрации и в случае нарушений имущество вернут владельцу. И второй возвращать свою недвижимость через суд. Ксения Барвиненко, Евгений Каминский, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. Преступление, которое осталось тайно. Американская полиция завершила расследование массового расстрела людей в Лас-Вегасе, которое произошло 10 месяцев назад. Я напомню, тогда 58 человек погибли, сотни пострадали. Что смогли выяснить силовики и что так и осталось под знаком вопроса? Дмитрий 2000 часов видео и 252 тысячи фотографий. Не отрывали глаз от кадров с камер наблюдения и любительской съемки, сделанной случайными свидетелями кровавого расстрела в Лас-Вегасе, произошедшего в октябре прошлого года, когда с 32 этажа высотного отеля преступник открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля. И вот он итог. Шериф Джо Ломбарда представляет прессе, а через СМИ и всей Америке итог работы следственной группы. 187 страниц, на которых расписаны все обстоятельства. Но, к удивлению, собравшихся нет самого главного. Казалось бы, раскрыть настолько резонансное преступление для американской полиции дело чести, но по прошествии долгих 10 месяцев расследование так и окончилось по сути ничем. Установить ни мотивы действий преступника, ни его возможных сообщников не смогли. Офицеры опросили каждого пострадавшего, а их около 900, в том числе четыре сотни тех, кого ранили пули или шрапнель. Сделали тросологическую экспертизу для каждого ствола, которым пользовался преступник. А он взял с собой 14 разных видов оружия, проводили и обыски, и допросы, но итог все равно неутешительный. Мы нашли ответы на вопросы кто, что, где, когда и как, но не смогли четко сказать, почему Стивен Пэддок совершил это преступление. В свое оправдание полицейские говорят, убийца не оставил ни предсмертной записки, ни манифеста, где выразил бы свои взгляды. Он не принадлежал какой-либо политической организации, не был связан с исламистами, в теле стрелка не нашли ни наркотиков, ни лекарств, отдали даже его мозг ученым, надеясь найти аномалии, но получили ответ, никаких отклонений, абсолютно обычный человек. Тот же самый ответ, что слышали и ранее, когда расследовали другие массовые расстрелы. Что показательно, американские силовики так и не смогли раскрыть и другие похожие резонансные преступления последнего времени. Массовые расстрелы в школах и в ночных клубах, громкие, беспощадные, безжалостные. Эти дела давно уже без лишней огласки в архив списали, а понять, что двигало преступниками, следователи не сумели. А значит, не могут даже приблизительно предсказать, где в очередной раз рванет и не способны предотвратить новые трагедии. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Британские оппозиционеры погрязли в антисемитском скандале. Членов лейбористской партии обвиняют в ксенофобских высказываниях. Из-за шумихи в прессе лидеру лейбористов пришлось даже публично извиниться перед евреями. Из-за чего разгорелся скандал, узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Еврейская община Великобритании забросала партию лейбористов жалобами на ее активистов. В частности, за отрицание в отношении палестинцев. А три самые крупные еврейские газеты страны впервые в истории вышли с одинаковой передовицей. В ней партию под руководством Джереми Корбина называют угрозой существованию евреев в стране. Лидер лейбористов уже несколько недель пытается оправдаться перед британскими евреями. Даже пожелал выступить на съезде раввинов, но получил отказ. И вот сейчас решил записать видеообращение. В нем не только признает проблему антисемитизма, но и просит прощения за неподобающее поведение. Я признаю, что существует реальная проблема антисемитизма, которую лейбористы пытаются преодолеть. Я прошу прощения за боль, принесенную многим евреям. Людям с антисемитскими взглядами нет места в партии лейбористов. Корбин признал, что партия слишком медленно рассматривает жалобы на антисемитские высказывания, но никак не упомянул о своем намерении признать палестинскую национальную автономию государством, что точно не понравится британским евреям. Сейчас как никогда лейбористам важно избавиться от ярлыка антисемитов. В правящей консервативной партии сильный раскол из-за различного видения выхода страны из ЕС. И на этом фоне консерваторы теряют поддержку избирателей, а лейбористы наоборот набирают. И поскольку перспектива досрочных выборов все более вероятна, Корбину необходимо избегать любых скандалов. Ведь вполне возможно, что именно он станет следующим премьер-министром страны. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности Британское бюро телеканала Интер. На каком автомобиле теперь нельзя приехать в Париж? Какую грандиозную находку откопали археологи в Румынии? И кто лишил британцев звания лучших гонщиков на газонокосилках? Обо всем этом прямо сейчас. Четыре сотни мигрантов сняла с лодок на выходных испанская береговая охрана. Беженцы плыли из Марокко на европейский материк на девяти судах. Их обнаружили в Гибралтарском проливе и море Альбаран. Еще двух мигрантов нашли позже на маленькой лодке. По данным Международной Организации по миграции с начала 2018 года Испания зареистрировала 21 тысячу беженцев. А это уже больше, чем за весь 2017-й. В трех французских городах запретили въезд машинам, которые слишком загрязняют воздух. Все из-за жары. На дорогах Парижа и Страсбурга теперь не будет автомобилей старше 12 лет. А в Лионе еще строже. Там проезд разрешен только авто со специальными наклейками. На них должны быть сведения о том, что уровень выбросов транспорта не превышает допустимую норму. Власти Франции также предупредили население о загрязнении воздуха озоном. Прямо на пляж японского города Камакура вынесло тушу 10-метрового синего кита. Это первый такой случай в Японии. Эксперты из местного музея природы и науки уже осмотрели тело и обнаружили, что млекопитающему меньше года от роду. Причина его смерти пока неизвестна. Синие киты крупнейшие животные на планете, но их промысловый вылов уже почти привел к вымиранию этого вида. Крупнейшую крепость, которой уже почти три тысячи лет нашли в румынском городе Сентане. Площадь оборонительного сооружения составляет 89 гектаров, а это вдвое больше, чем территория Древней Трои. Сейчас обнаружили только небольшую часть строения 14 века до нашей эры. Ее размер узнали с помощью магнитометрических исследований. По крепости известно мало, раскопки продлятся еще три года. Это место власти планируют превратить в музей. Традиционные гонки на газонокосилках состоялись в британском Сассексе. В состязаниях приняли участие 43 команды со всего мира. В 12 часов участники гоняли по полям. На каждой газонокосилке три раза меняли водителей, чтобы те не уставали. Впервые в истории гонок победила не британская команда. Первыми к финишу пришли спортсмены из Люксембурга. Соревнования проводят ежегодно с 1973-го. Их придумали местные спортивные фанаты как дешевый способ развлечься. Это все новости на сегодня. Легкой и удачной нам всем недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова